С начала конфликта в Украине в Испанию уехались 110 тысяч украинских беженцев. Половина из них получила документы, заселив как и крупные города, так и значительно увеличив численность небольших деревушек. В Испании продолжительное время формировалась большая диаспора украинцев, она 12-я по размеру среди всех групп иммигрантов. А значит, возможность получить помощь в Испании украинцу гораздо выше, чем во многих европейских странах. Но Испания страна не для всех беженцев из Украины. На этом канале уже есть видео об иммиграции в Швейцарию и Великобританию. И в этих странах система помощи украинцам более развита. Более того, в Великобритании базируемся мы, компания Мриаде. Если вы переезжаете с ребенком, мы поможем с подбором школы в европейских странах. Ссылки на видео и сайт, где вы можете оставить заявку, я оставлю в описании. А теперь давайте разбираться, чем Испания может помочь беженцам из Украины. Почему Испания? Испания привлекает своим климатом. И речь не только о погоде. Средняя продолжительность жизни в Испании более 81 года. Здесь отменное качество пищи. Свежие фрукты и овощи зреют круглый год. Развито рыболовство. Эта страна славится и человеческим аспектом. Испанцы дружелюбный и довольно отзывчивый народ. Именно поэтому, помимо основной программы для украинцев, о которой я сейчас расскажу, здесь есть система приема в местные семьи. Для беженцев из Украины в Испании есть статус временной защиты. Не путать с международной защитой. Это положение позволяет украинцам, попавшим в Испанию, в кратчайшие сроки получить разрешение на проживание, образование, работу и медицинскую помощь в стране. Также украинцы получают бесплатный проезд на общественном и железнодорожном транспорте. Кроме того, для приезжих в Испанию работает множество благотворительных фондов, пунктов сбора и гуманитарной помощи, сайты для поддержки пострадавших. Обратиться можно и в местные диаспоры, которые подойдут к вопросу менее формально. Получить временную защиту в Испании имеет возможность три категории граждан Украины. Первое. Украинцы, которые проживали в Украине или сбежали на момент 24 февраля 2022 года. Второе. Лица других национальностей, которые имели вид на жительство или защиту в Украине и которые не имеют возможности вернуться безопасно на родину. Третье. Родственники любой национальности предыдущих двух категорий. В данном случае рассматриваются близкие, которые непосредственно зависят от вас. Супруги, гражданские партнеры, дети, родственники на издевении. С 10 марта процедура подачи заявки на международную защиту в Испании была упрощена. Ранее необходимо было ждать собеседования. Теперь вашу заявку рассмотрят всего за сутки. Само разрешение выдается на год. По прошествию данного времени вы сможете продлить его до 3 лет без дополнительных ходатайств. Почему Испания страна не для всех? В сравнении с той же Великобританией для украинцев в Испании нет системной программы. Временная защита дает возможность реализовать свои потребности. Но сделать это придется вам самим. Например, единоразовая материальная помощь стала доступна только в июле и составляет 400 евро на взрослого и 100 евро на ребенка. Хоть украинец, переехавший в Испанию и получит разрешение на работу, вакансии ему не предоставят. Вам или придется изучать испанский, который в этой стране имеет определяющий статус. Или работать на удаленке, либо пытаться найти работу через знакомство. Как попасть в Испанию? Каждый украинец с биометрическим паспортом имеет право въехать в ЕС и находиться там на протяжении 3 месяцев. Если вы утратили свои документы, вы можете получить соответствующее разрешение в Польше, Румынии, Венгрии. Попав в ЕС, украинцы могут свободно передвигаться в его пределах. Таким образом вы попадаете в Испанию. Для нахождения в стране вам не нужен шенген или даже временная защита. Только биометрический паспорт или разрешение для взрослых и личные документы в случае, если вы с детьми. Что нужно, чтобы получить временную защиту в Испании? К текущей ситуации с беженцами из Украины Испания относится лояльно, избавляя приезжих от массы бюрократических заморочек. Для получения временной защиты украинцу нужен только биометрический паспорт или иные документы, которые я уже указала. Далее обратитесь в центры приема, ухода и направления Криаде. В Барселоне, Мадриде, Аликанте и Малаге. Участки национальной полиции Испании, если вы находитесь в других регионах. На данном этапе переживать о языке не стоит. Везде будут переводчики. Как я указала раньше, ваша заявка будет рассмотрена всего за 24 часа. После принятия решения заявителя, вам выдадут идентификационный номер иностранца, НИА. Что делать дальше? Жилье. Главным образом испанские службы готовы решить проблему с жильем для беженцев из Украины. Единой системы для этого нет, но помощь готовы оказать многие инстанции. Это полиция, которая направит вас туда, где вам могут помочь с бесплатным жильем. Благотворительные организации Красный Крест, Крузроха, Сиар, Асэм. Во многих городах есть дополнительный список организаций. Бесплатное жилье для украинцев в Испании подразумевает именно место для нычага. Например, хостел на 20-30 человек в помещении, палатки на стадионах, места в отелях. В некоторых случаях могут предложить и заселению в семью, но это вопрос случая. Поэтому существует масса сайтов и сообществ, в фейсбуке и телеграме. В данном случае вы можете получить жилье на короткий срок, чтобы подыскать лучшие варианты. Ссылки на некоторые из таких ресурсов я оставлю в описании. Если у вас достаточно средств для съема жилья в Испании, то вам необходимо знать, что оплата будет проводиться сразу за весь срок, плюс залог, плюс оплата агентству за один месяц проживания. Здесь много популярных сайтов, где можно подыскать варианты. Ссылки тоже будут в описании. Что делать дальше? Про питание. Как я сказала ранее, с недавнего времени выплаты беженцам из Украины предусматривают единоразовую помощь в размере 400 и 100 евро. Для этого вам нужно обратиться в службу. Servicio de Atención a Emigrantes. Emigrantes o Refijedos, CE. Обратите внимание, что для получения выплаты у вас не должно быть источников доходов. С другой стороны, на долгое время этого не хватит. Используйте интернет, чтобы найти офисы благотворительных организаций, которые я указала выше. Также с продуктами украинцам в Европе помогают местные украинские сообщества и магазины. Пункты выдачи часто есть у церквей, супермаркетов, школ. Не забывайте о локальных Telegram и Facebook сообществах. Если у испанцев и нет пока единой программы помощи, то в отзывчивости им точно не занимать. Не стесняйтесь искать помощи. Но выплаты украинцам не панацея. Заранее ищите работу. Лучшим вариантом будет удаленка, так как найти работу в Испании нелегко. В большинстве случаев вам необходимо знать испанский, хотя есть исключения. Например, бизнес-бьюти-сферы или благотворительные организации, которым не хватает волонтеров. Испания идеально подходит для украинцев, у которых есть родственники в стране. Или сбережения как минимум на полгода. Также это хорошее место для переезда, если вы или ваш ребенок, школьник или студент. Испания создает особые условия для приема и даже разрабатывает отдельные программы. В этом отношении помочь можем мы в Мариаде. Мы почти 20 лет помогаем русскоговорящим детям поступать в зарубежные школы и университеты. Мы фиксируем пожелания клиентов, подбираем подходящее учебное заведение, помогаем решить организационные вопросы. При этом, как и Великобритания, Испания – одна из главных направлений нашей компании. Поэтому, если вы решитесь релацировать в Испанию с ребенком, оставьте заявку на нашем сайте. Ссылка будет в описании. И это не реклама, ведь все консультации абсолютно бесплатны. Берегите себя и не забывайте подписаться на наш канал, если вам стала интересна тема зарубежного образования. Успехов вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok